Привет зритель снова. Я на обзоре парфюма обнаружила, что тут засвет, поэтому задвинула шторку. Я сейчас снимаю на кухне на DJI. В общем у нас сейчас будет обзор моего ухода на май и он будет большой, потому что у меня тут что-то много всего. Надеюсь ты смотрел в шорте, теперь знаешь, что он большой. Если не смотрел, то глянь, потому что я старалась. Короче, у меня тут Avon Senses, домашний очаг гель для душа с ароматом гвоздики и древесины с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки 250 мл. Подарок от подписчицы Лёлечки, очень классный гель, он мне понравился, как пахнет. Мне кажется, что немножко консистенция геля у Avon с тех времён изменилась, а как-то он легче добывается на губку. Хорошо пенится, хороший гель вообще, в восторге. Так, у меня тут пена для ванн, комплимент натуральис, противопростудная малина эвкалипт. Это подарок от Полиночки. Я её юзаю с удовольствием, тут ещё где-то половина. Вот хорошая пена, она у меня на май переходит, я сейчас ставлю туда сзади. У меня тут вообще очень много всего. Это масочка от Молка-Молка, спасибо им за сотрудничество. Я с удовольствием ей пользуюсь, уже два раза использовала и вот раз где-то пять дней пользуюсь. Она у меня стоит в холодильнике на верхней полке, потому что ну вот так надо. Но она очень хорошая. Отдельное видео я потом смонтирую, выложила на канал, а так ей шорсов. Интересно глянь. У меня здесь самопальный скраб на основе сухого скраба кофейного, который мне как-то присылала подписчица Света. Но в сухом виде он мне что-то не зашёл, я его смешала с маслом кокосовым от Maldive Dreams, с которым я тоже сотрудничаю уже повторно. И отдельный обзор на Maldive Dreams будет отдельным роликом. Но вот сейчас пока вот в этой баночке есть под алоэ вера, у меня ванной стоит вот этот скрабик. Хороший скрабик, натуральный. Основа одной косметической фирмы, не помню. В общем сухой кофейный скраб, плюс ещё масло кокоса, которое сейчас я тебе покажу. Я давно хотела какое-нибудь средство на обзор, которое может стать основой для приготовления домашней косметики. И вот у меня это случилось. Maldive Dreams, вот это вот кокосовое масло, я его использую как маску для волос. Уже один раз пользовала в этом месяце апреля, сегодня у нас 30 апреля. Я его использую как крем для рук, ну чисто в общем за тесты. Так, но в основе как именно масло для волос. Вот это масло кокосовое. Отличное, кстати, масло кокоса. Отдельный ролик, ну я уже сказала, будет отдельно и моду превознесу. Ну а так можешь ознакомиться с моими отзывами в телеге, если интересно. Я кажется, там уже вставляла отзыв на это вот. Счастье, либо беглый, либо просто говорил, хорошее масло. Универсальное вообще масло кокоса. У меня тут всё ещё живой, всё ещё никак не закончится. Это подарок от подписчицы Светы. Алмазный пилинг, гель для лица, опёк. Ореский пилинг. Скрабик такой нежный пользую, периодически очень нравится. Всё ещё никак не закончится. Возможно, будут пустые баночки, а хуже мая. В апрельских у меня практически не случилось. У меня жидкое мыло тоже от подписчицы Лёлечки. Эйвен Сенсес с ароматом лаванды и мускула. Очень классное жидкое мыло. Мне очень нравятся жидкие мыла. Мне нравятся мыла от Эйвен жидкие. И вот мне нравится лаванда. Хорошая штука. Она у меня будет использоваться. Вместо мыла. Ну, в смысле, как жидкое мыло. У меня шампунь. В этот раз от Вилинии. Шампунь с берёзовым дёгтем и экстраментом кары и ивы. Очень хороший шампунь. Экономичный. Мне очень понравилась косметика Вилинии. Отдельный есть обзор. Это русская фирма. Сотрудничает с салонами красоты. Я в обзоре говорила, что там 3000, но там намного больше. Там 80-80 тысяч салонов красоты, которые сотрудничают с косметикой Вилинии. Используют эту косметику. В общем, очень хорошая вещь. У меня тут ещё два средства будут от Вилинии в уходе. Мне очень понравился этот шампунь. Я вам советую. Отдельный ролик по этой Вилинии гляньте. Там есть ссылки в инфобоксе на всё это счастье. И если что, у неё очень тонкий аромат. Вот этого дёгтя, если вдруг кого-то напрягает. Это у меня сотрудничество было с аптекой Апрель. Каллоген, пенка. Точнее, крем для рук пенка тоже будет. Очень мне нравится этот крем. Он хорошо впитывается. Он у меня стоит на кухне. И аромат у него приятный. И впитывается хорошо. Увлажняющий средство. Хорошая средство. В общем, хорошая вещь. Вот она у меня во входе. На мае. У меня зубная паста, которую я на Вайберис покупала. Китайская. Она уже такая лёгкая на ощупь. И она у меня на мае, возможно, будет в пустых баночках. А возможно, ещё нет. Так как флакончик непрозрачный, то стоит только догадываться, сколько там осталось. Но она всё ещё выдавливается. Она всё ещё хорошая. Зубы свежие от неё не растут. Но она хорошая зубная паста. Она с ароматом черники. И он без мят, но именно с черникой. Очень нейтральный такой аромат. И вкус тоже. Так. У меня тут... Чё ещё-то где? Вот ещё одна косметичка. С окна. Вот этот кремик как раз от Верени. И я его использую, ну, соответственно, по назначению иногда вместо дезика. Потому что у него очень приятный аромат. А тут мы как-то ездили к пчёлам. И надо было пахнуть очень нейтрально. И капельку на подмышке. Вообще шикарно. Но он дезодорирует кожу ног. Очень классная штука. Большой объём. Экономичный расход. Очень мне понравился Верения. Профессиональная косметика. Крем для ступней ног идеальный. С отличным составом. И ещё раз напомню, что это русская косметика. Сюда поставлю. У меня в этом мешочке есть скрабик, который я ещё не использовала. Но хочу как раз в мае попробовать. Это бонусом пришёл к обзору. Кстати, покупала на Вайберис. Тоже от Молка-Молка. Та же самая маска. Только вот их пробник скраба. Скраб до тела с малиновыми косточками. Потом было в пустых баночках. Обязательно скажу своё мнение. Может быть, даже отдельный обзор запишу. У меня тут крем для тела и лица. Но в основе я использую как крем для тела. Это от подписчика Сергея Гималая. Интенсивно увлажняющий крем. Очень хороший крем. Мне понравился. Вот он у меня на май переходит. У меня тут самопальный дезик. На основе какого-то эфирного масла. Как-то эвкалипта и фильтрованной воды. По флакончике стеклянном от Greenway. Тут уже наклейки никакой нет. Я её отодрала. Ну, в общем, такой вот самопальный. У меня очень много тут бальзамчиков. У меня есть пара срез, которые у меня в рюкзаке таскаются. Я их хотела взять, но не взяла. Сюда к обзору. Но они у меня крайне редко используются. Но, в общем, я решила, что я их не буду обозревать в этот раз. Это там подарок от подписчика Сергея. Бальзам для куп и ещё крем от Катюши. Возможно, тут вот какой-нибудь крем от Катюши. Это я покупала в магазине Beauty Patch. Это как бы бальзам, но он с розовым таким оттенком идёт. Бальзам с экстрактом авокадо. Я не знаю, как правильно произносится. Но, в общем, вот он. Такой нежненький, хороший. Хорошо увлажняет губы. На губах не ощущается. Правда, сейчас у меня на губах вот этот вот бальзамчик. От кого-то из вас, дорогие подписчицы и подписчики 7-7. Вот этот крем я его использовала в апреле в основе как крем для ног. Для того, как у меня случилось сотрудничество с Мириней. Сейчас я его использую как крем для рук. Но иногда ещё там для каких-то сухих участков кожи. Это тоже подарок от Сергея. От подписчика Сергея Ботовикос. Крем для рук, локтей, коленей, пяток. Очень хороший. Крем хорошо впитывается. Вот реально кожа рук увлажняется. И если какие-то ранки были, мелкие вот такие от кошки, там ещё что-нибудь. Оно не дерёт этот крем, если попадает туда случайно. И он помогает это быстрее заживлять. Я думала, он будет в пустых баночках, но он ещё не совсем закончился. Вот, возможно, в майских будет в пустых баночках. Вот это же средство от Полиночки. Я его с удовольствием пользую. И в этом месяце, в апреле, я его довольно часто пользовала. Не забывала. Не раз в 10 дней, а всё-таки пару раз в неделю. Это Новосвит. Сыворотка для лица и шеи. Ночная. Хорошая штука. Очень мне нравится. Спасибо. Так, у меня тут подарок от подписчицы Светы. Это лимитка Ифраше. Бальзамчик. Мне очень нравятся бальзамчики Ифраше. Вот я в мае поеду по делам в Ярославль. Не знаю, стоит заходить вы в Ифраше или нет. В принципе, у меня, благодаря вам, дорогие зрители, всего дофига. И даже больше есть Ифраше. Ну вот вспомнилась просто. Просто я буду в том районе, где раньше был магазин Ифраше. Не знаю, он сейчас там существует или нет. Потому что я в 2019 году последний раз была в Ярославле. И то так проездом с одного вокзала на другой вокзал. У меня еще вот использоваться, вот и сейчас использоваться перед выходом на улицу. Его наношу, когда этот, когда тот, когда вот проявляющийся корейский бальзамчик. Это Эйвен Кэ. Три в одном увлажнении. Уход защиты. Это подарок от подписчицы Лелечки. Он мне очень понравился. Хороший бальзамчик. Кожу на губах не сушит. Увлажняет отлично. И, ну, в общем, нанесение тоже легкое. Очень понравилось. Спасибо, Лёля. У меня тут от Полиночки. Он у меня, ну, иногда, когда вот мне неохота никакими духами прескаться. А хочется именно этот аромат. Он уходовый. Ну, вот он чисто уходовый. Хоть и с ароматом. Я его вроде как-то пыталась там на какие-то парфюмы сувать. Ну, вроде так и не сунула. Органик Китчен, шлейфы, звезд, крем духи для тела, органический засмин и мускатная роза. Я иногда его использую вот именно как крем для тела. Иногда из душа просто уходишь и кожа стянутая местами. Бывает, причем как-то рандомно. Иногда пару раз использовала как крем для ног. Чисто, чтобы пахли вкусно. Иногда как крем для рук. Ну, когда как. В общем, использую с удовольствием. Вот он у меня тут в косметичке лежит. Так, у меня тут есть еще одна косметичка. Вот эта косметичка стоит у меня на тумбочке у кровати. Я думаю, по понятным причинам. Потому что вот перед сном удобнее доставать тумбочки с кровати. Это счастье. Сейчас я достану еще одну косметичку с уходом. У меня тут сыворотка от Веринии для лица. Вот с таким удобным дозатором и крышечкой, чтобы ничего лишнего не выдавилось. Гель-сыворотка супер увлажнение. Очень классная штука. Я ее использую после умывалки. Иногда после геля Алоэ Вера, который сейчас будет тоже в уходе показан. А иногда просто после умывалки. И вместо крема, по большей части, очень хорошая вещь. Вот этот гель Алоэ от Холика Холика, от подписчика Сергея. Я его не помню, заявляла ли в уход на апрель. Но у меня закончился мой тоник с Алоэ Вера, самопальный. И я достала вот этот вот уже гелик. И его использую вместо тоника, чисто протираю лицо. В любое время суток. У меня тут тоже от сотрудничества с Багздрав в этом году. Молочко для демакияжа пробиотическое. Пробиодерм от Багздрав. Хорошая вещь. Мне очень нравится. Хорошо смывает эти помады всякие. У меня тут крем от Ари Флэм, который мне сестры далили в прошлом году на 8 марта. Он у меня стоит в косметичке в этой, у компьютерного стола. Иногда я его использую. У меня тут еще не закончился. Это подарок от подписчицы Светы. Корейская марка Мэри Кит. Крем для лица. У меня еще из этого наборчика, там наборчик был, осталась маска для лица, но я еще пока ее не пользовала. Она сроком до апреля следующего года, поэтому в принципе успею еще заюзать. В общем, я иногда использую его после нанесения этой сыворотки, если вот понимаю, что еще что-то нужно увлажнить. Иногда я его использую. А иногда перед выходом понимаю, что он на улицу, там буквально через полчаса выходить на улицу, у меня кожа какая-то немножко хочет, чтобы ее пригладили чем-то таким питательным. И я использую эту сыворотку. Так, у меня тут еще есть кремик. Я тоже его иногда использую. Но я поняла, что чисто для себя, правда, сейчас пока тепло, я его не пользовала. Вот когда холодно на улице, такая ветреная погода, он хорошо. Когда чуть более теплая погода, я его просто на себе ощущаю. Он более, наверное, на все-таки на сухую, холодную погоду. Крем длину для лица пребиотически, для сухой чувствительной кожи от 25+. Пробиодерм Багздрав. Есть отдельный плодист Багздрав, можете глянуть, если интересно. И у меня тут еще какие-то средства есть. Так, что тут еще? Вот этот кремушек я выбрала себе в подарок. Ну, в смысле, он шел в подарок за заказ на магазине Википачи по промокоду с карты много.ру. Это корейский крем для глаз. Я не знаю, как тут называется, как понять, какая. Наверное, Images, это фирма. Ну, в общем, он такой роликовый, охлаждающий эффект за счет роликов. Вот этих три ролика дает. И я его использую вот здесь вот. Мне он нравится, хороший, кожу увлажняет. Так, еще у меня тут. Вот это средство, я его то использую, то нет. Сегодня еще не прыскала. Ну, в смысле, уже не буду прыскать, потому что его наносятся на влажные волосы. Это подарок от подписчицы Светы. Номеро. Двухфазный бальзам моментального действия с экстрактом овса. Надо потрясти, а потом на волосы распрыскать. Я для этого его использовала два тряпшика, а потом что-то дочитала мелким шрифтом до конца. И стала использовать намного больше. И волосы объем приобретают как-то менее дольше, ну, менее грязняться. Можно там раз в три дня волосы мыть с применением вот этого, допустим, спрея. И оно у меня стало быстрее заканчиваться. А еще у меня тут коробочка с масочками, которые я покупала на сайте Бьюти Патчи, которые мне тонечко прислала от предыдущих обзоров на канале. Уже выложите, можете глянуть. Я просто их сюда сложила. Я не буду их все перечислять, потому что не знаю, какие именно буду использовать. Просто покажу. Тут есть патчи для глаз, ну, для кожи у глаз, потом патчи для губ. И просто вот такая пачка этих масочек. Что-то из них я буду использовать. И потом что-то будет, то, что я использовала, будет в пустых баночках. И, соответственно, я вам покажу. Сравнение скажу, ну, и покажу, что я использовала. Вот, наверное, усе. Огромная такая баррикада, огромная всех этих косметических средств у меня. В этот раз, да, и буду использовать с масочками вот эту вот повязочку, которую мне тонечко прислала. Вот сейчас я ее показываю, потому что, когда делала обзор, у меня тогда были волосы мокрые. Может, конечно, не совсем правильно я ее сейчас нацепила на себя. Ну, вот так. Соль, которую подарила мне Лелечка, тоже буду использовать в мае. Копинута соль. И вот это умывалка. От коллаген. Пенка для умывания. От сотрудничества с аптекой Апрель. Очень мне нравится эта пенка. Хорошая пенка, экономичная пенка. Какая-то я сегодня забывашка. У меня еще на самом видном месте лежала, но я только сейчас увидела. Думаю, что-то ведь я забыла. От Мальдив Дримс у меня масло для роста ресниц и бровей. Я сначала его всю основу использовала как для бровей. Сейчас стараюсь мазать реснички. Ну, ты знаешь, у меня проблемы нормально мазать реснички. Поэтому я наношу на пальчик и уже перед сном так промазываю. Потом уже закрытыми глазами минут 40 лежу. Или вырубаюсь, или вот не вырубаюсь. Просто оно впитывается где-то минут 40. Очень хорошее масло. Отдельный шорт у него есть уже. Отдельный ролик я чуть попозже залью на канал. Всем спасибо за просмотр. Если вы чем-то таким пользовались, какой-то фирмой, с которой я сотрудничаю в обзоре, показываю их средства, или кто-то мне что-то дарил с этой косметикой, дайте знать комменты, будет приятно почитать. Всем в любом случае поставлю сердечко. Если смогу вовремя, то отвечу, соответственно, на комментарии. Если хотите поддержать канал, то где-то тут будет облачко. Если ждете АСМР, то можете подписаться на бусте 200 рублей в месяц. Меня вы мотивируете и вам хорошо. Если хотите что-то присылать, то информация есть в инфобоксе. Ссылки на телегу в чате, где есть базы данных. Ну, данные баз Вайдберис и Озон, если туда. Или до вас требования адрес почтового инфобокса. Всем спасибо и всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.